Перевозчики в Литве столкнулись с огромными штрафами из-за невыполнения новых положений так называемого пакета мобильности, которые стали натуральной головной болью для большинства местных транспортных и логистических компаний. Бизнесмены вынуждены платить огромные штрафы для выполнения новых условий по отдыху дальнобойщиков. Суммы составляют от нескольких сотен до тысяч евро. Их перевозчики нашей страны должны оплатить контролирующим органам, говорится в заявлении местной профсоюзной организации. Что особенно весело, потому что в соседней Эстонии тем временем загибается железная дорога. И пока начальство железки криком кричит, что объем грузоперевозок, вагонами, цистернами и так далее уже сократился вдвое и это фактически конец, другие политики заявляют, да, вы не поверите, что можно будет остатки роскоши перемещать ровно фурами. Да ладно, чего скрывать. Другой эстонский железнодорожный концерн Skynes Trail в течение этого года распродал 6 857 принадлежавших ему вагонов, предназначенных для перевозки жидкого топлива. Потому что ранее в этих вагонах клиенты предприятия перевозили нефтепродукты, в том числе по территории Российской Федерации. Но так как непобедимый Таллин терпеть не может Москву, местных бизнесменов попросили наказать Кремль, ну и себя, конечно, на большую денежку. Однако, чего не сделаешь, когда демократия, согласитесь, в опасности. Пока вернемся теперь снова в Литву, местное государственное предприятие Литовской железной дороги проинформировало, что за 9 месяцев текущего года оно потеряло почти 40% грузовых перевозок. А недавно представитель этого ведомства Катрина Декарайте грустно сообщила, перевозки за период с января по сентябрь существенно уменьшились, и все из-за международных санкций против Белоруссии и в связи с применением международных комплексных мер против России. Причем, помимо всего прочего, транзит из Белоруссии, конечно, означал транспортировку удобрений. Да только вот из последних новостей крупнейший изготовитель этого вида сырья и других химических продуктов в странах Балтии, литовский завод Ачима, остановил основное производство. Еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, до Нового года осталось совсем ничего, и наша передача, кто работала для вас в ежедневном режиме и в условиях крайне ограниченной монетизации весь этот год, будет признательна за подарки под елочку. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Поверьте, это всегда приятно, а в Новый год особенно. Порадуйте себя, что сделали доброе дело для нашего коллектива, а мы в Новом году продолжим радовать вас, ведь вместе победим и с наступающим. Итак, для Прибалтики, как внезапно осознали многие политики, но больше бизнесмены и государственные чиновники больших компаний, Восток закрывается. Вот только выяснилось, что страны Балтии и были мостом между этим самым Востоком и Западом, куда они так всю жизнь стремились. Правда, пытаясь утешить себя и окружающих, товарищи заявляют, что, например, Литва, хотя там всех касается, отказавшись от грузов из России и Беларуси, дескать, начинает переориентировать свое транспортное сообщение в западном направлении. Однако никто не может ответить на вопрос, а чего граждане возить-то будут, если из-за сокращения населения, например, в Латвии даже электрички отменяются. Хотя сейчас появилась идея фикс срочно в Прибалтике всем отказаться от прежней железнодорожной колеи, оставшейся им в наследство от России и этого СССР, и перейти на европейскую. Решено, что к 2025-2026 годам страны Балтии должны разработать план, который позволит перевести колею железнодорожных путей шириной 1520 миллиметров на стандарт в 1435 миллиметров. Как это решит проблему нехватки грузов и бессмысленности содержания все больше приходящих в упадок ЖД дорог, никто, правда, не говорит, но главное же не победа, главное участие. А там, глядишь, Иван Маск допилит свой гиперлуп и Путин еще завидовать будет непобедимой Прибалтике. И, конечно, и это тоже не конец истории.